Темой данного урока является регулярные выражения в языке Python. Регулярные выражения — один из самых мощных инструментов для поиска нужной нам информации внутри текстового документа. Регулярные выражения встроены в некоторые языки программирования, а в некоторых языках программирования предоставляются стандартной библиотекой, в том числе и в языке Python. Базовая концепция регулярных выражений, ну, крайне простая. Мы сначала с помощью регулярных выражений описываем шаблон, а потом можем проверить, подходит ли наша строка под данный шаблон, или даже больше. Мы можем в большом тексте найти все подстроки, которые подходят под данный шаблон. То, какой мы смысл закладываем в наши регулярные выражения, будет ограничен лишь здравым смыслом и нашей фантазией. Мы сможем найти с помощью регулярных выражений, например, все телефонные номера в тексте, все почтовые ящики и даже правильный по ПИП-8 отступ. Однако прежде чем мы начнем работать с регулярными выражениями в языке Python, было бы неплохо вспомнить, что такое сырые строки и что их отличает от обычных строк. Когда мы используем обычные строки в языке Python, то мы используем обратный слэш, чаще всего для того, чтобы заэкранировать какой-нибудь символ. Например, мы так можем указать перенос строки, используя backslash n, или, допустим, мы можем использовать двойную кавычку внутри строки, которая уже и так содержит двойные кавычки, и при этом интерпредатор поймет, что строку нужно закончить здесь, а не вот здесь. Когда мы увидим данный код, мы действительно убедимся в том, что двойная кавычка записалась между слов hello и world. Однако нам не всегда нужно такое поведение от обратного слэша. Когда мы будем с вами писать регулярные выражения, мы захотим, чтобы обратный слэш вел себя всегда как обратный слэш, просто как символ. Чтобы указать интерпретатору, что все символы внутри нашей строки нужно использовать ровно в том виде, в котором они указаны, мы можем указать перед началом строки символ r, который указывает, что строка является сырой от слова raw. Тогда, когда мы данный код исполним, в первом случае наш backslash n действительно использовался в качестве символа переноса строки, а во втором случае мы их использовали просто как символы обратного слэша, как символ n. В связи с тем, что некоторые метасимволы регулярных выражений, о которых мы с вами поговорим далее, содержат в своей записи обратный слэш, то мы будем использовать именно сырые строки для того, чтобы описывать шаблоны регулярных выражений. Субтитры создавал DimaTorzok